Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях Ирей Александр Сандарев, клирик Вознесенского архиерейского подворья, также руководитель Миссионерского и Молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас Господь! Ну а сегодня мы хотели бы поговорить на одну из, наверное, актуальнейших тем в современности, вообще прошлого. Это тема христианского брака. Вот скажите, отец Александр, мы знаем, что семья – это ячейка общества. Вот какое значение в церкви, какое значение отводится церковному браку? Ну, понятно, что с социальной точки зрения, да, если смотреть на устройство человеческого общества, это семья – это ячейка общества. С точки зрения, конечно, церкви глубже все гораздо. Семья – это, так можно сказать, институт спасения. То есть Господь образовал семью, то есть мужа и жену вместе, чтобы они были единым целым, двое в одну плоть, как сказано в Библии. И чтобы этим самым они как бы восполняли друг друга в некотором несовершенстве своем, чтобы они вместе шли к Богу. И вот это спасение совместное, совместное творчество, про которое сказано в книге «Бытие», оно является основным. Иногда семьи называют «малой церковью» сразу. Да, совершенно верно. Поэтому это и не случайно. Это семья и есть «малая церковь», то место, где люди спасаются. Расскажите, отец Александр, почему брак все-таки является таинством, вот одним из семи таинств? Вот, ну, понятно вообще, что такое таинство. Это там есть видимая сторона, это обряд, и в браке это есть само венчание, видимая сторона таинства. То, во что, там некоторые молитвы, кождение, крестные знамения, разного рода символические действия. Есть внутренняя сторона, то есть тайна, которую дает Господь. Тайну, которую дает Господь в сердце человеку. И в этом плане христианский брак – это таинство, потому что без воли Божьей, без того, что Господь соединяет вместе этих людей, никакой брак не состоится. Ну, прежде всего, мы говорим о христианском браке. Такая статистика есть, что вот моя личная, наблюдая за ней уже на протяжении нескольких лет, что если два человека сочетаются вместе в брак и общении, и вместе живут в церкви, то семья их становится крепкой. Если кто-то один уходит, а другой тоже начинает куда-то, ну, не очень по-христиански жить, то такой брак начинает распадаться, к сожалению. Приходится констатировать такой факт. То есть, это таинство, которое необходимо в церкви, и когда люди живут в церкви, Господь действует и сохраняет брак. Поэтому это таинство для церкви. Поэтому в данном случае, конечно, хочется сразу предостеречь, что если люди еще не являются церковными, не являются верующими, в том смысле, что не исполняют основных вот каких-то обрядов, таинств, каких-то положений вероучительных, этим не живут, то таинство венчания может быть им даже не полезным, а вредным. Люди могут оскорбить Бога, вступив в это таинство, а потом разводясь. Это очень важный момент на сегодняшний день, потому что очень много, к сожалению, разводов происходит. Ну да, и многие видят в этом таинстве вот такой красивый обряд, какую-то традицию. Да, к сожалению, вот, как многие говорят, венчаться можно с таким особым шиком. Вот это прочитал где-то я такие слова на форуме в интернете, что можно вот, если еще на карете подъехать, очень такая вот стилизация красивая, но понятно, что вот этого больше вреда, если не будет чего-то внутреннего духовного. То есть все-таки церковный брак, он предназначен, вот этот венчание, таинство венчания для христиан? Ну, безусловно, да. В нем могут участвовать только крещеные люди, а крещеный человек, он является христианином по определению. Поэтому, соответственно, вот, и участвовать в нем должны только христиане, те, кто живут в церкви, те, кто являются церковными людьми. Здесь бы, конечно, очень хорошо было бы, если бы вообще венчали только прихожан. Вот. К сожалению, так не происходит. Люди приходят и уже просят венчаться, спрашиваешь, а вы куда ходите? Ну, мы заходим, свечку ставим. Вот. И приходится говорить, что если вы не станете прихожанами, если вы не станете церковно жить, то у вас будут, опять же, проблемы духовные в жизни. Ну, вот давайте тогда, может быть, вы уже говорили о цели, как бы, христианского брака. Да. Отчасти. Давайте вот на этом тогда остановимся. То есть в основе христианского брака должно лежать что, спасение? В основе христианского брака должно лежать, во-первых, спасение, то, что два человека, им удобно спасаться таким образом. То есть мы знаем, что есть два равнозначных образа жизни, и монашество, и брак, вот, и то, и другое равнозначны. И то, и другое удобно для спасения конкретного человека. Кто может вместить, вмещает монашество, оно ему более удобно для души, и он живет в нем, потому что, вот, ну, призвал Господь его. И точно так же брак, оно тоже более удобно для души человека, потому что его тоже призвал Господь. Скажите, отец Александр, некоторые люди, даже и христиане зачастую, видят вот такую цель христианского брака в детях, в деторождении. Может быть, это как под цель идет? Ну, здесь это действительно актуально, потому что любовь, она должна изливаться на кого-то. Это не может не быть. И поэтому, конечно, деторождение является такой действительно целью христианского брака. Она очевидная цель. Вот раньше, вот, в Ветхом Завете, если пара была, вот, муж и жена не имели детей, то считалось, что они как-то очень сильно согрешили. Где-то они вот как-то так тайно согрешили, что вот им Господь не дает ребенка. Вот это было действительно вот таким мироощущением, что в детях люди видели свое будущее и вообще свое спасение в детях. Здесь можно вспомнить, например, Хама, который посмеялся над своим отцом Ноем и был проклят не сам Хам, а его сын Ханан, старший сын. Это не случайно, потому что именно в детях видели продолжение не только рода, а вот для евреев это, что самое важное, что в их роде через их детей может прийти Мессия, Спаситель, который станет Спасителем для всего человечества, для всего народа. И поэтому для Ветхозаветного человека это было даже, ну, там, сделать, например, аборт, это что-то такое немыслимое, что-то такое невероятное. Вот, потому что дети настолько ценились, вот, в плане того, что это некоторый дар от Бога, такой дар, которым можно жить, можно радоваться, и это счастье, настоящее счастье. Вот, в наше время, к сожалению, люди так не считают, не считают, что дети являются счастьем, дети часто мешают людям получать удовольствие, так, люди начинают напрягаться и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, сегодня нужно говорить особым образом, что смысл и цель христианского брака, в том числе и в деторождении, потому что здесь нужно другую цитату вспомнить, о том, что женщина спасается чадородием. Действительно, она рождает детей, воспитывает его, и через это становится матерью, начинает быть помощницей мужа, она как бы раскрывается. То есть женщина раскрывается через рождение ребёнка. Так же, как и мужчина, через отцовство раскрывается. То есть два человека, рождая детей, они становятся более полноценными личностями, чем без этого. В этом плане, конечно, деторождение является смыслом христианского брака, и не может таким не быть. А то сейчас зачастую и не спасаться никто не хочет, и детей не рожать. К сожалению, да. Просто люди вступают в брак совершенно по разным причинам. Совершенно по разным причинам. А по большому счёту это такая эгоистическая потребность человека получается? Ну, да, действительно, люди поступают по своим похотям, по своим прихотям. Вот скажите, отец Александр, жизнь в невенчанном браке, это вообще грех, но вот если брак зарегистрирован в ЗАГСе, однако он невенчан. Ну, бывают разные случаи, например, жили там семейная пара, более-менее жили себе как-то, не тужили. Вдруг муж или жена приходят в церковь, приходят, начинают верить в Бога, потому что у нас время было атеистическое во многом, языческое такое, неверующее. И сейчас продолжается такое же время, когда люди, даже те, кто крещён, особо могут быть неверующими, к сожалению. И вот такой человек приходит к Богу, приходит в церковь, и сразу в свою вторую половину тянуть, венчаться он не должен, потому что, во-первых, она может быть ещё и не крещена, во-вторых, она может быть неверующая совсем, может быть противница этому. И поэтому, конечно, вот такая альтернатива, что он может, он не должен её покидать, потому что апостол Павел так говорит, нельзя покидать своего мужа или жену, то есть не нужно покидать. Но брак всё равно признаётся, вот этот государственный брак, это запись актов гражданского состояния, то есть зарегистрированный брак, он признаётся церковью. Другое дело, что каждый христианин, кто живёт в таком браке, он будет ощущать в себе, вообще в своей жизни, некоторую неполноту. Он будет чувствовать, что что-то не хватает, что-то самого главного не происходит. Господь не действует в семье, он и молится, и как-то, и опыт многих так подсказывает. Вот жили как-то, зарегистрировано, бывает даже так, что муж приходит, или наоборот, или жена, потом и вторая половина приходит, а вот обвенчаться всё как-то не удосуживается. Как-то так, ну вот живут и живут, хотя при этом могут и ходить, и оба и причащаться, даже исповедоваться. И как-то вот забывают про это. Бывает и какая-то такая леность, и косность, иногда даже приходится настаивать, чтобы люди начали венчаться и шли к венчанию в этом случае. Вот. И вот когда они всё-таки этот шаг совершают, они чувствуют, что жизнь начинает идти по-другому. Для них это становится очевидным, потому что Господь их начинает хранить в таинстве брака. То есть даётся особенная благодать? Конечно, в любом таинстве даётся особая благодать для того, чтобы брак был сохранен, для того, чтобы брак был в Боге, в Господе. А кто лучше сохранит брак, как сам Господь, который даёт в сердца любящих людей друг другу любовь. А всё равно от Господа вся эта любовь. Так или иначе, хотя человек, иногда её получая, не осознаёт, что она от Господа. К сожалению. Из-за этого браки опять же и рушатся, что всё, что мы получаем, мы не соотносим с Богом, со Христом. И поэтому происходит разрушение брака. А вот сейчас ещё, вы знаете, конечно же, что в современном обществе распространено такое понятие, как гражданский брак. То есть это уже название такое? К сожалению, да. Гражданский блуд его надо называть. То есть именно блуд, такая безответственность, такая абсолютная безответственность людей перед друг другом, перед собой, перед Богом. Но здесь, как правило, это люди неверующие. Хотя бывают и верующие люди так поступают. К сожалению, ужасное состояние. Как я уже говорил как-то, что такое состояние блуда, оно поразило общество сегодня. Очень серьёзно. И, конечно, вот это уже является греховное сожительство такое. Да, это однозначно, это смертный грех уже. Вот если зарегистрированный брак, это некоторая неполнота, и христианин должен стремиться к венчанию. И для него это некоторый просто путь. Сначала путь для обращения своего, своей второй половинки, чтобы, в смысле, своего супруга или супруги, чтобы они пришли в церковь ко Христу, а уже потом вместе венчаться. То здесь это однозначный грех, если два человека, тем более верующих. Вот здесь какой-то выход есть из такой ситуации? То есть может степень покаяния как-то уже принесет? Ну, это уже лично, скажем, человеком нужно жить. Просто если люди жили вне церкви, вне Бога, ну вот они просто как бы... Большинство живут так, и многие идут по этому накатанному, к сожалению, пути. С ними надо вот, когда они приходят, нужно вот решать. Потому что там гораздо другие проблемы, гораздо более серьезные, чем это. То есть те люди, которые так живут, у них и другие грехи гораздо больше происходят, чем грех вот этого блудного такого сожительства. Ну вот скажите, отец Александр, вот такое понятие называют зачастую брачный союз, вот брачные венцы называют венцами мученическими. Как это соотносится вообще с такой благодатной жизнью, вроде бы, жизнью любящих сердечных? Здесь надо понимать, что у нас слово мученик от слова мучения мучится, вот, а слово греческое мученик, оно по-другому звучит. Звучит как мартирос, оно переводится свидетель на русский язык, более правильно перевести как свидетель. То есть мученики это на самом деле свидетели Христовой любви. Те, кто готовы свидетельствовать о любви до смерти. Ну, раньше так и было. То есть первые мученики их вели на трибунал, там, на суд языческий и заставляли отречься. А они говорят, нет, мы свидетельствуем, что есть любовь Христова, что есть Христос, и мы будем верить в Него до конца. Их пытали, жгли, распинали, давали на свидение зверям и так далее. Тем не менее, эти люди засвидетельствовали до конца. И вот точно так же здесь два человека вместе стоят перед лицом Божьим, и они готовы свидетельствовать о своей любви до конца. Вот именно вот это свидетельство до конца и является самым таким основным. За это и дается им венцы мучеников, что в этом мире, в котором все разрушается, разделяется, в котором правит сатана, князь мира сего, который всех хочет разделить. Дьявол, тот, кто разделяет, тот, кто разрушает. И вот, несмотря на эту силу сатанинскую, эти люди обязуются всю жизнь пройти до конца вместе. И это возможно только через мученичество. Вот именно вот в этом плане. Только через свидетельство о любви Христовой. Только любовь Христова может таких людей провести. Я уже еще раз повторюсь, что если два человека вместе в церкви не живут, именно поэтому они рушат свой брак, расходятся они. И соответствуют цели вообще предназначения. Да, они не идут к общей цели. Они идут в разные стороны. Потому что вот не свидетельствуют о любви. Поэтому венцы мученические, что они свидетельствуют о любви Христовой всю жизнь. И вот в данный момент, в момент таинства. Вот скажите, отец Александр, сейчас в нашем современном обществе распространено такое явление, как брачный контракт. Вот особенно на Западе. Ну и к нам это сейчас перетекает такими большими шагами. Вот как к этому вообще относиться надо? Ну, это, вот как мы уже говорили сегодня, это проблема общества. Что между людьми потеряно доверие. Люди уже изначально, вступая в брак, не доверяют друг другу. Вот здесь, конечно, можно противопоставить другой наш обряд. Обручение. Что такое обручение? Кольца. Ну, на самом деле, в чине венчания звучат перстни. И там идет молитва, там постоянно перстни звучат. Там перстнем Фомарь удивил Иуду, там, и так далее. Перстень дал Иосиф и фараон, когда он был в Египте. И вот эти все мотивы библейские, где встречается перстень, они все в молитву эту сведены. И что такое перстень в этом случае? Многие говорят, что это символ вечности, но это тоже так, что вот кольцо, там, символ вечности, неразрывного круга и так далее и тому подобное. Но на самом деле есть более емкий и простой образ. Перстень в то время, это был всегда перстень рода, родовой перстень, перстень имени человека, перстень его чести. То есть печать. Этой печати он мог скреплять договора, мог делать печати, грубо говоря, в банке. И давая, то есть обмениваясь перстнями, люди обменивались тем, и главной честью. А это было самое главное, самое ценное то, что было у них в жизни. Честь, достоинство. То, что человек, он является человеком, а не каким-то безвольным, бездушным, у которого нет ни воли, ни смысла, ничего. И, конечно, вот в этом плане сравнить брачный контракт, когда люди заведомо не доверяют друг другу с тем, что в таинстве обручения два человека обмениваются вот этими перстнями, вот этими кольцами, когда они всё доверяют друг другу. Я тебе доверяю всего себя. Вот можно так это перевести. Такой вот символ. Конечно, это вот. Ну, сам контраст, он о многом говорит, как к этому относиться. Ну, понятно. А вот скажите, вообще, что требуется от приступающих в брак? Какие вообще обязанности супруга друг перед другом? Какие обязанности? Ну, самые простые, которые в Евангелии отображены и в Библии. Вот, собственно говоря, то, что читается, самое основное, вот то, что читается во время чина венчания. Читается отрывок апостола Павла из послания к Кифисянам. Там сказаны две вещи. Первая вещь, что брак происходит по образу тому, как Христос возлюбил церковь и предал свою жизнь за неё. И в этом плане мужья должны любить так же своих жён, как и Христос возлюбил церковь. И так же за них готовы положить жизнь, как Христос положил жизнь за церковь Христова. Вот. Вот эта любовь до смерти, она является основой и самым главным. А жена, как сказано, да убоится мужа своего. Ну, что это значит убоится? В данном случае мы, опять же, говорим о страхе Божьем. В данном случае убоится страхом Божьим. Не просто будет панически убояться, как это, чтобы он как бы не побил, а бояться вот эту любовь оскорбить, которую муж не проявляет от лица Христа. В этом плане муж глава, что он проявляет вот эту любовь, а жена является сердцем, потому что сердце, вот страх Божий, благоговение, оно исходит из сердца человека. Вот в этом библейском мотиве у апостола Павла, вот это заложено единство и целостность. То есть муж должен быть главой, это самое главное, что от него требуется, то есть принимать решение, быть ответственным в самом семье, быть, то есть все обеспечивать, ну и так далее, и тому подобное. Самые основные моменты, которые должен нести глава семьи. А жена, как вот являясь сердцем, а что такое сердце? Вот если взять организм в человеке, сердце – это главный двигатель жизни, то, с помощью чего человек дышит. И вот в этом плане жена, как сердце, как вот дыхание брака, дыхание семьи, она как бы все вокруг нее вертится. Вот. И она исполняет главную функцию брака – это забота и верность. Она заботлива и верна своему мужу, своим детям, своей семье. И еще один момент здесь важно вспомнить. Когда снимаются венцы во время таинства венчания, тоже произносят совершенно замечательные, такие удивительные слова, что муж, когда снимаются венцы с мужа, произносятся следующие слова, сейчас дословные, наверное, не вспомню, но примерно следующее, что он творит в мире заповеди Божьей, волю Божию творит в этом мире. То есть мужчина, как такое творящее начало, он творит, он деятель, а когда снимается венец с жены, то произносят слова, что она хранит пределы закона. То есть в этом плане женщина – хранительница пределы закона. То есть она стремится, чтобы не было разрушения, чтобы сохранить и в целостности передать Господу. В этом плане она является и помощником, чтобы то, что муж делает, это все сохранить и приумножить, и как бы его вдохновить. И вот в этом единстве, в браке, и исходят основные такие правила положения, или как это сказать-то, требования, как вы сказали, к мужу и к жене. Муж ответственный, жена верная. Вот отсюда женственность, верность. Верность до конца, тоже верность до смерти. А вот скажите, расторжим ли вообще христианский брак? Как Господь сказал, нерасторжим. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Конечно, в этом плане он нерасторжим. И надо так и говорить, что брак христианский нерасторжим. То, что люди его разрушают своей волей, злой, своими грехами, и потом приходят и говорят, нам надо что-то делать, мы друг друга потеряли, дайте нам возможность жить с другими людьми. Вот, к сожалению, таких случаев сейчас много. И церковь, конечно, идет иногда навстречу таким людям и благословляет их второй брак. В этом плане, конечно, нужно сказать, что вот слово «развенчание» очень модно сейчас. Надо снять венцы, надо развенчать. Это вообще такое крайне, такое разрушительное слово, совершенно, когда люди, вот, когда его произносят люди, они не понимают самого главного. Бог же сочетал. Есть молитва, есть таинство венчания происходит. А когда говорят о развенчании, то есть они думают, что будет произведен какой-то обряд. Все, все, как бы, вернуть назад, немножко взять и назад раскрутить. Вот, что само по себе, конечно, безумие. Вот слово «развенчание» – это такое безумие церковного языка, потому что это в церкви даже у людей бывает, даже некоторые батюшки говорят, надо развенчать. Вот, а что происходит в итоге? То есть люди приходят, просят вот о каких-то таких, что вот брак у них разрушен, они его разрушили, и уже бывают такие случаи, когда они приходят, у них уже новые семьи, много лет, и они говорят, мы что-то чувствуем на себе. Мы на себе что-то чувствуем. Вот, вот снимите с нас это. Вот, и приходится вразумлять, говорить, что это вот так не снять никогда, вы должны постоянно быть в покаянии, то, что вы совершили такой грех, вы оскорбили Бога, разрушили благодать, таинство, поперли, попрали. И необходимо, конечно, особое покаяние. Поэтому в церковной традиции, если брак и второй, и иногда даже третий допускался в церковной традиции, то, во-первых, он допускался для чего? Потому что если человек вот таким вот оказался, церковь всё равно заботится о нём, чтобы он всё равно спасался. И в каких-то случаях, крайне редких, было благословение на второй брак. Вот, но при этом второбрачные всегда проходили долгое покаяние эпитемьи. До двух лет они отлучались от причастия, вот, по канонам церковным. Вот, думайте сами, вот, в данном случае, как строить свой брак. Вот скажите, отец Александр, уже, видимо, последний вопрос нашей сегодняшней передачи. И вообще, насколько полезно или не полезно вступать в брак вот человеку верующему христианину и вот не церковному человеку? Или, может быть, вообще, вообще исповедующему другую веру, да? Или неверующему? Ну, однозначно не полезно. Однозначно, ну, как бы здесь можно сказать, что в любом случае, если человек вступает в брак за такого человека, то, как минимум, он будет иметь скорби, вот, а как максимум он нарушает волю Божию. Другое дело, что он может взять и другого человека привести к вере. Это нормальная практика, такая традиция. Если мы говорим о тех христианах, которые пришли уже, будучи в браке, к вере, то в этом плане апостол Павел говорит, что нельзя оставлять. То есть не стоит оставлять, так скажем. Вот. А вот венчаться, не, ну, венчаться вообще невозможно, а вот вступать в брак с человеком неверующим, это очень сложно. И будут скорби, будут искушения. Сможет ли человек их перенести, это вот уже другой вопрос. То есть стоит посоветоваться, может, со своим духовником, как-то вот это разрешение решить? Да, ну, в любом случае, если человек, то есть вторая, по-моему, все равно должна быть лояльной к его вере. Как минимум. Вот. Это первое. То есть без лояльности вообще не стоит даже отношения какие-то завязывать. Вот. Ну, и второе, что нужно человеку как-то донести до него Евангелие. Показать, рассказать. Вот как вот Николай II смог донести до своей возлюбленной Алекса, она еще тогда ее звали, Алекс, принцесса австрийская, да, по-моему. Вот. Он смог до нее донести красоту православия. Он сказал, если ты узнаешь, ты поймешь, что это удивительная красота. Она узнала, и мы знаем, кем стала святой императрицей. Вот так же и в данном случае. Вот император Николай нам пример. Как он смог сначала познакомиться с протестанткой, да, вот, а потом ее обратить в православие. Пожалуйста, почему так нельзя? Дело все в том, что верующий человек, он гораздо сильнее человека неверующего. Вера – это сила, которая изменяет, преображает мир. И если человек верит, он и полюбил какого-то неверующего даже. Ну, бывает такое. И слава Богу, что бывает. Но в данном случае он должен, вот здесь слово «должен». Если он хочет жить вот с тем, кого он полюбил, он должен найти все средства, чтобы человеку показать Христа. Вот это является принципиальным моментом, я думаю. Спасибо, отец Александр. Ну, вот, время нашего эфира уже подошло к концу. Спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. Благословите наших телезрителей. Благослови всех, Господь, дорогие братья и сестры. Храни вас и в браке, и, может, кто живет в монашестве, безбрачьи, чтобы, главное, вы нашли Христа и пришли в Царство Вечное. Спасибо, отец Александр. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго. Помогай вам, Господь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!